Дворняшке Вике 9 лет. Первую пятилетку она провела в приюте. Обрела дом 4 года назад. И она, пожалуй, одна из самых начитанных собак. Только сегодня у нее по плану прослушивание 8 разных произведений. Так Андреан, сидя под окном, выпивая, сидя мучая, скучая, был своим обыкновенным, был погружен в печальные размышления. Может и мрачновато, зато классика. Алексей Бочковский решил прочитать Вики Гробовщика, одну из повестей Белкина. Изучать творчество Александра Пушкина «Собака-терапевт» и другие участники док-урока будут 15 минут. Потом придется переключиться на новое произведение. Главная цель чтения – это раскрепостить ребенка, чтобы он получал удовольствие в процессе чтения вслух, чтобы он не стеснялся, не боялся читать вслух. И, конечно же, чтобы он пообщался с собакой, потому что собака – это такой очень важный релаксант, ресурс для любого ребенка, который не боится собак. Породистые собаки или дворняшки – это неважно. Вести док-урок может только то животное, которое прошло специальное тестирование. Критериев для отбора всего два. Мы смотрим, чтобы не было агрессии, и чтобы, самое главное, собака действительно хотела общаться с человеком, чтобы для нее это было удовольствие, а не принуждение. Если эта собака соответствует этим домостным критериям, дальше мы ее уже социализируем, обучаем и в практике дальше уже доводим ее до совершенства. Дети эффект от терапии чувствуют сразу. Говорят, такого внимательного и, главное, молчаливого слушателя редко встретишь. Если ты просто человеку читаешь, ты можешь там вопрос какой-то задать, например, и ты можешь сбиться, и это тебе как-то становится не очень приятно. Когда ты собаки читаешь, собака тебе прям внимательно слушает, и тебе прям приятно это становится. Честно говоря, мне понравился урок, потому что расслабляешься, когда читаешь собаки, то есть кажется, как будто она тебя слушает. То есть если ты сделал ошибки, то это не имеет значения, она все равно не понимает. Дети просят собаку, а гуляют потом родители. Знакомая многим история. Попробовать себя в роли владельца животного юные жители округа смогут на других занятиях в Одинцовских библиотеках уже совсем скоро. У нас в планах проект, который мы сейчас прорабатываем, он будет направлен на приобщение ребенка к общению с собакой и уходом за собакой. Организаторы предупреждают, занятия будут платными, но стоимость их будет символическая. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.